МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Настя, закрывай!" -"Подохотарянка!" -"Повел, все вместе с нами!" -"Леченыш, так романка!" -"Прямиком из Рима, где были на гастролях, Потап и Настя торопятся в Москву. Здесь они теперь желанные гости. Сначала украинский дуэт ждут на утреннем шоу русские перцы на русском радио. Музыканты с первых минут располагают к себе ведущих и начинают веселить слушателей. -"Два стакана, а не семеновичная?" -"Слышите, слышите голос? Это Потап! Потап и Настя сегодня у нас в гостях!" Во время эфира Настя успевает нарисовать копию своей руки и в итоге получить мини-шедевр, в то время как Потап расхваливает новые рисунки на теле и ненароком свои таланты как татуировщика. -"Киев. Сити, where I'm from. Совершенно недавно я закончил с Тимати. Вот, так сказать, флакон заполнен, и теперь я буду работать над собой уже. Пора переключаться. Тиман, тебе же нравится то, что я сделаю?" В личной беседе артист признается, татуировки для него не главное призвание. Менять времена года – вот что теперь в тренде у коллектива. Сначала это была чумачечья весна. Пришла и оторвала голову нам Чумачечья весна. Клип на эту песню номинирован на 10-й премии Муз-ТВ. И получить тарелку за видео-шедевр стоимостью в 3000 долларов сегодня для Потапа самая большая мечта, которая должна сбыться. Иначе... Если вы, Муз, не дадите нам премию, я напишу кучу с**лых песен и задолбаю вас припевами, и обещаю вам, вот, чтобы вы не выключите нас вообще. На смену оригинальному клипу про весну команда готовит новый шедевр про лето. Точнее, про прелелета. Именно так называется песня. Клип на этот трек снимали в Лос-Анджелесе. Потап и Настя готовят грандиозную пародию на весь шоу-бизнес с элементами эротики. Это были эротические сцены, да. Настя была в эротических сценах, да. Для нее это обыденность. А вся страна ждет уже, когда у тебя будет эротическая сцена, чтобы нажать на паузу и посмотреть на тебя, рассмотри. Сначала назвать стоимость клипа Потап отказывается, но в конце концов про новостям удается узнать реальную цену этому творению. Дорогие друзья, клип стоит 280 тысяч евро. Но нам пожертвовала организация баптистских... Слушай, сейчас опять это вырежут. И спонсировал клип Народный гей-фонд. Гей-кинофонд. Пока клип Потапа и Настя находится в процессе монтажа, почти готово еще одно видео, снятое в Штатах. Потап, как продюсер, смог найти средства и для своих подопечных группы «Время и стекло». Без каскадеров в пустыне потаповские протеже мучились от жажды и по-настоящему дрались. На, еще разочек, еще. Да, и побежала. Разбитые локти, колючки в руках. Царапины. Царапины. Поломанные ногти. А вообще я, вы знаете, 15 часов бегала на каблуках по песку. Воспитанники Алексея Потапенко, а именно так зовут артиста на самом деле, называют его своим богом. Мы очень рады, что Потап нам устроил такие прекрасные, крутые съемки в Америке. Впрочем, и у него самого, как оказалось, есть кумиры, на которых он молится. Как живой. Как живой. Это икона. Куда ты панику ходишь? Да подожди ты. Останусь. Ты не станешь. Целуй. Целуй. Не хочу я. Давай, ты же сказал, давай не будем гнать на других артистов. Леша. Это ***. Леша, хватит, встань. Владимир Строжук, Влад Шумахер и Кирилл Воротынцев. Про новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова